Всем привет, это Семён Тележкин. Сегодня я быстренько покажу, как делаю ювишки в моде. Первым делом удаляем всё лишнее, удаляем половину и назначаем текстуру рубашки. Также в моде приходится задавать корректный color correction, потому что иначе слишком тёмная текстура. Для работы над ювишками в моде используется отдельный лайаут. Помимо уникального положения окон, пригодного для работы над ювишками, в этом лайауте используются свои отдельные комбинации клавиш, что становится незаменимым для ускоренной работы над ювишками. Работаешь примерно 10% всего времени и слишком дорого назначать на них горячие клавиши, которые будут использоваться постоянно. С другой стороны, в те дни, когда работаешь над ювишками, очень бы хотелось иметь под рукой их. Мне не нужно подгружать, импортировать, экспортировать отдельные горячие клавиши, как приходилось это делать в других программах. Я запросто могу просто переключаться по одному ходке на новый лайаут и спокойно работать в нём, как в новой программе. Если вы хотите сделать идеальные ювишки, перед вами стоит несколько задач. Первое главное правило – никаких оверлапов. Второе правило следует, чтобы ювишки занимали как можно больше пространства. Затем следует, чтобы острова группировались по смыслу. Ориентация тоже должна соответствовать модели. Верх должен быть верхом, низ должен быть низом. Не следует также делать флипнутые. Нужно, чтобы текст читался с любой стороны. Особенно это касается вещей типа кроссовек, которые зеркалятся и на которых делаются отражения текстов или логотипов. И последний критерий – это нужно стремиться, чтобы границы островов ювишек были горизонтальными или вертикальными. В идеале вообще, чтобы всё состояло из квадратиков. Однако, если следовать каждому из этих правил, то даже такая простая модель будет разворачиваться не полчаса, а несколько дней. Поэтому я сразу забил на несколько правил. Особенно самое неприятное правило – это горизонтальные и вертикальные границы. Это слишком сложно и долго делать. Это практически можно сделать только в UV-лайоте за адекватное количество времени. Это неинтересно. И это приносит не так много пользы, как многие рассказывают. Практически все проблемы решаются обычной каемкой, которая делается автоматически в любой программе. Я знаю, что сам буду работать над текстурами этой модели, поэтому точно наперёд знаю, что не буду рисовать текстуры поверх листа. Мне не пригодится Photoshop. Я буду текстурить только в Substance Painter, Substance Designer и маски в 3D-коате или Marie. Поэтому мне не обязательно следить за положением и группировкой объектов по классу. В дальнейшем, когда я добавлю эту модель ко всем остальным моделям, будет иметь смысл разделить на 4 Udima острова по материалам. Чтобы материал зубов был на одних Udima и материал дёсен был на других Udima. Это очень полезно и эффективно, потому что можно текстуру 4K разделить на 4 текстуры 1024 пикселей по стороне. Это очень сильно пригодится для оптимизации работы. Единственное, что неприятно, что, собственно, дизайнер работает с каждой из этих Udima как с отдельным объектом. И невозможно нарисовать маску, которая будет идти с одного объекта на другой. Практически это означает, что следует делить Udima по материалам. То есть, если у нас есть материал с дёснами, то лучше, чтобы все объекты с этим материалом, все ювишки этих объектов были на одном Udima. Но с упаковкой я вообще пока не заморачиваюсь. Это всё нужно будет делать потом, когда объединю все объекты в одну сцену. Сейчас нам нужно продублировать симметрию с учётом ювишек для того, чтобы загнать это всё в Wrap и сделать асимметричным объектом. Это органические объекты практически всегда я по одному сценарию разворачиваю. Я беру отдельный кусочек, прячу всё остальное, затем разворачиваю через классический Unwrap, который в 3ds Maxi Pelt и обычно называется Unwrap. Затем правые точки выравниваю в горизонтали, где нужно, и потом иногда сшиваю с другими кусочками. И очень часто делаю релакс, особенно прелестный модовский интерактивный релакс. Если нужно что-то выровнять, я это делаю просто через инструмент Scale. Выдеряю полоску и скейлюю. Затем делаю релакс всего, что не касается грани. Практически всё работает по одному сценарию. Кусочек за кусочком разворачиваю и сшиваю. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И это было ужасно, это было очень-очень долго, это было очень неприятно, и это было даже до того, как мы вкрутили ниши под корни. Как бы мне удалось это сделать сейчас, страшно представить. Но, по счастью, есть готовое автоматическое решение, которое даже раздается бесплатно. Программка RAP3 называется. Она позиционируется как программа, которая работает со сканированием, но ретопология не сильно отличается от работы со сканированием. В принципе, всё, что нам нужно, это подгрузить low-poly модель, подгрузить REF, сцепить ноды, отделочки и нажать на кнопку Recompute. Всё, программа делает всё самостоятельно. Практически идеально. Там есть пара неприятных моментов, но оно отправится за секунды. Спасены несколько часов усердной работы, и это пригодится нам в дальнейшем, когда мы будем делать нижнюю часть и, возможно, и зубы. Продолжение следует...